Для меня это какое-то полнейшее открытие. Будучи уже много лет тренером и ведя тренинги, участвуя в тренингах, как сейчас я выяснила, я работала по такой методике эксперта, который передает свои знания, свои опыта, правила, какие-то установки в группе, доводит их до какого-то определенного результата, то есть из точки А четко движемся в точку Б. Работая с группами, я порой замечала какие-то ситуации, связанные с каким-то эмоциональным, какими-то состояниями, когда участники либо растеряны, либо потерялись, либо вдруг возникает какое-то напряжение, дискуссии, конфликты, которые невозможно остановить, или наоборот возникает какая-то эпатия и все почему-то уснули. И сейчас я выясняю, что это вещи, которые фактически являются законами, определенными этапами, которые проживает группа участников тренинга, независимо даже от той темы, на которой они прошли учиться. То есть это и есть реально законы динамики тренинга участников, и этими правилами, законами нужно, во-первых, знать, можно и нужно управлять этими процессами, не пытаться где-то бороться, а наоборот встраивать свой контекст обучающий. И это абсолютно новые вещи, удивительные, потому что, зная эти моменты, зная правила модерирования, фасилитирования динамики групповой, можно добиваться гораздо более эффективных результатов. Только учитывая законы, правила динамического развития группы, можно эффективно подвести группу участников, наши НКО-подопечные, к решению этих задач, а значит, более эффективную работу на благо того общества, того региона, в котором общественная организация работает.